Четвертая лекция. Покой, радость Его перспективы. Несколько лет тому назад я проводил библейское занятие и читал из послания к Ефесянам о том, что мы посажены со Христом на небесах. И один человек в классе сказал тогда, «Ну, это то, как Бог все видит, это Его перспектива». И я ему ответил, «Конечно, но Бог очень желает, чтобы и мы так смотрели, чтобы мы смотрели на этот мир Его глазами. Да, мы живем здесь, на земле, но мы уже посажены со Христом. И, к сожалению, именно в этом проблема некоторых верующих. Они читают Библию и видят ее с точки зрения здесь и сейчас, и все, земной перспективы, в то время как Бог хочет, чтобы мы смотрели на себя Его глазами. Мы очень часто говорим о самих себе как о грешниках, но мы читаем вновь и вновь в посланиях Павла, что он обращается к верующим как к святым, называя их так, святым в Коринфе, святым в Ефесе, святым в Фессалониках и так далее и далее. Он приветствует их как святых. Означает ли это, что они стали совершенными? Конечно, нет. Но Бог видит нас оправданными Христом, освященными. И если мы теряем Божью перспективу, перестаем смотреть на жизнь Его глазами, то мы впадаем в депрессию, мы разочаровываемся. И сегодня мы увидим это в библейском примере, когда будем читать из Третьей книги Царств, 19 главы. Я хотел бы, чтобы мы прочли с 1 по 13 стих. Итак, Третья книга Царств, 19 глава, 1-13. И дальше мы поразмышляем, что означает покой, радость его перспективы. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой у каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился. И, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илия?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе пред лицем Господнем». «И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, «Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милотью своею, и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?»» Несколько лет назад, мой хороший друг Том, о котором я не раз буду упоминать, нёс служение вместе со мной, и мы не только изучали Библию вместе, но я с ним встречался раз в две недели, чтобы просто рассказать о том, что происходит в моей жизни, в жизни церкви, в которой я нёс служение пастора. И он мне не раз повторял, «Джим, ты теряешь перспективу». И он имел в виду то, что я уже переставал смотреть на многие вещи Божьими глазами. Быть может, что-то нехорошее происходило в церкви, и всё своё внимание я посвящал именно этому и терял из виду Бога, и был подобен Ильи здесь, в этой истории. Горе мне. Но затем, когда я разговаривал с Томом и пересказывал ему, «Вот это произошло, это произошло». На что он мне старался показать хорошее, что происходит в церкви, и сказать, «Знаешь, многие пасторы хотели бы, чтобы в их церкви было то хорошее, что есть в твоей». Я продолжал ему рассказывать о своих проблемах, он слушал, и потом говорил, «Джим, это замечательно, это удивительно, Бог действует». И я не мог увидеть, как Бог действует до тех пор, пока Он мне не помогал это увидеть, посмотреть на всё Божьими глазами. Мне нужна была помощь. Мне нужен был кто-то, кто помог бы мне посмотреть на всё Божьими глазами, потому что я сам терял перспективу из-за того нехорошего, что происходило в жизни. Я терял мужество, терял силы. Мне был нужен друг, такой как Том, который помог бы мне увидеть Писание, то, как всё это видит Бог, вновь и вновь. И затем, когда я читал Библию, я убеждался, что герои Библии также иногда теряли перспективу. Я был не одинок. Одни из лучших служителей Бога в Библии теряли перспективу, теряли мужество. И вы можете увидеть это вновь и вновь. Прочитайте Псалмы Давида. Есть много других примеров, когда Божьи служители теряли перспективу. Но давайте посмотрим на того человека, которого мы прочитали. Или он также потерял перспективу. И мы вновь воспользуемся методом изучения Библии. И вначале посмотрим на повторяющиеся слова или фразы. А затем посмотрим, сможем ли мы выбрать один или два стиха, наиболее точно передающих суть фрагмента. А затем посмотрим, сможем ли мы составить предложение резюме. Что ж, давайте вновь посмотрим на этот текст и увидим, что здесь повторяется. И мы можем подчеркнуть те слова, которые повторяются разными цветами. И мы видим, что слово «Господь» встречается вновь и вновь в стихах, которые мы прочитали об Иллии. «Ангел Господень» мы читаем. И далее в девятом стихе «И было слово от Господа». И также у нас есть фрагмент, который повторяется. Несколько раз Бог задавал вопрос, «Что ты здесь, Иллия?» А Иллия отвечает ему, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И затем он опять повторяет те же самые слова. И вновь и вновь вы здесь видите слово «Господь». Господь в центре событий. И, конечно, если вы хотите посмотреть на все Божьими глазами, то Господь должен быть в центре событий. На прошлой лекции мы говорили о Коперниковой революции, о том, что Господь в центре нашей вселенной. И вот что помогает Иллии поменять перспективу, вновь и вновь он слышит слово «Господь». И далее несколько раз повторяется один и тот же вопрос, который Бог задает Иллии, «Что ты здесь, Иллия?» И далее Иллия повторяет свой ответ, «И возревновал я Господи Боге Саваофе». И также несколько раз в этом тексте мы видим слово «пойди». И это ключевое слово в этом тексте. «Всемогущий Бог повелевает Иллии пойти». И далее мы читаем, что в итоге «встал Иллия и пошел». И мы еще не раз будем возвращаться к этому тексту, когда будем размышлять на эту тему. Я составил предложение резюме для этого текста. И вот, послушайте, как у меня получилось. Предложение резюме. Когда мы утомились или сбились с пути, и мы понимаем, что это происходит не только с библейскими персонажами, но и с нами тоже, во всяком случае со мной. Итак, когда мы утомились или сбились с пути, Господь восстанавливает нас, обновляет наше виденье и дает нам новое поручение. Мы устаем, мы сбиваемся с пути, но Господь восстанавливает нас, помогает нам по-новому посмотреть на вещи, и мы начинаем видеть все немного ясней, и затем дает нам новое поручение. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Что ж, давайте посмотрим на это. На протяжении истории многие Божьи служители теряли перспективу. Давайте, к примеру, вспомним Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель впервые встретился с Иисусом Христом у реки Иордан. Иисус пришел для того, чтобы креститься у Него. И мгновенно Иоанн посмотрел на Иисуса и сказал, «Вот агнец Божий, который пришел взять грехи мира». Иоанн видел мир Божьими глазами, «И небеса раступились, и был голос неба, «Сей ей Сын мой возлюбленный, Его слушайте».» Иоанн в тот момент видел все правильно, видел все Божьими глазами, и он тут же узрел. «Вот агнец Божий». Это Мессия, Иисус Христос, который возьмет на Себя грехи мира. Но потом ситуация меняется. И уже позднее в жизни Иоанна Крестителя, когда он оказался в темнице, мы читаем о том, что Иоанн услышал весть об Иисусе, что он исцеляет, что он проповедует, изгоняет бесов. Казалось бы, слышав все эти свидетельства, Иоанн не сказал бы того, о чем мы читаем, когда он задал этот вопрос, «Ты ли тот, который должен прийти, Иисус, или ожидать нам другого?» «Иоанн, да что с тобой?» «Иоанн, это же ты, тот, который произнес, когда увидел Христа, «Вот агнец Божий, Сын Божий, пришедший взять грехи этого мира». А что теперь? Теперь он в темнице, и его видение затуманилось. Он же не все видит так ясно и четко. Что ж, мне трудно было бы это понять, если бы я однажды не посетил Израиль. И наш гид показывал нам исторические места и какую роль каждое место играло в библейских повествованиях, в каких текстах Библии упоминается то или иное место. И вот мы подошли к тому, что называется цистерны. В скале сделана ниша особой формы. Порой подобные ниши образовывались естественным образом, благодаря дождю или чему-то еще, но как бы там ни было, вот такая ниша, причем достаточно глубокая, глубиной до нескольких метров. И вот смотришь вниз, там темно, сыро, оттуда плохо пахнет. И вот что рассказал нам гид, что бывали случаи, скажем, с Иеремией. Иеремий был человек, который однажды также утратил перспективу. Его даже называют плачущим пророком. И вот однажды его опустили в такую цистерну, в такую нишу, там не было воды, одна лишь грязь на дне. Вот можете себе представить, оказаться в таком месте, все, что вы видите, кружок света над вашей головой. Вы видите лишь клочок неба, света малоть, в ниши темно. И если вам не дадут воды, вы умрете от жажды. И если кто-то не вспомнит о том, что вам нужно кинуть какую-то еду туда, у вас не будет никакой еды. И вы там легко можете умереть. Трудно представить, каково это было, оказаться в таком месте. Вот представьте, что Иоанн оказался в такой цистерне, в такой нише, ну или хотя бы просто в тюрьме. Я думаю, Иоанн — это прекрасный пример человека, утратившего перспективу. Но Иисус не отвечает ему, «Что случилось с тобой, Иоанн?» «Ты же все прекрасно понял однажды, а сейчас словно с ним что-то случилось. Ты потерял перспективу, Иоанн». Нет, Иисус рассказывает ему, что происходит, какие чудеса творит Бог. Иоанн нуждался в слове ободрения, потому что он потерял перспективу. И Иисус как раз и ободряет его. И вот интересно отметить, что Иоанн пришел в духе и силе Илии, в духе и силе Илии, своего предшественника. И сам Илия однажды потерял перспективу, как мы только что с вами прочитали. И вспомните, что только за день до этого он состязался с пророками Ваала, которых было более 400, и он призвал огонь с неба на жертвенник, уже после того, как этот жертвенник залили водой. И была одержана победа, с одной стороны Илия, с другой — множество пророков, пророков Ваала. И чудесным образом было явлено, кто есть Бог, в ответ на молитву Илии, сошел огонь с неба, на жертвенник, на котором лежало мертвое животное, залитое водой. Но неважно, мокрое или сухое, огонь пожрал все. Это было чудо, совершенное Господом. Бог дал понять, что Он — единый Господь, и что Илия был прав, и Бог был с ним. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok